Приветствую, с вами 108. Продолжаем видеоролики по колонкам Урал. Сегодня у нас будет Урал кубышечка вот этого стерео. Сейчас мы ее соберем, замерим сколько же она мощности сможет отдать. Ну, конечно же, с небольшим таким исключением, потому что у нас ДСП никак не отключается. У нас АЧХ изменены производителями, поэтому на каких-то частотах будет больше, напряжения на каких-то меньше. В общем, поищем оптимальные диапазоны, замерим напряжение, замерим ток и получим мощность. Единственный нюанс, все колоночки у нас заряжены не полностью, как бы, ну, повседневное использование. То есть зарядить их полностью, оставить их на зарядке, дать им синуса можно в любом моменте, как бы она отдаст больше. Здесь частот повседневно, то есть мы никак не будем там Уралу подслуживать и прочее. У нас также есть саундкор, если хотите, чтобы саундкор также замерили, разобрали, как бы, ну, давайте наберем хотя бы лайков 100. Я думаю, в принципе, это немного. Ну и так, ждем на обзор потом новые колоночки от компании Урала, их уже давно презентуют. Скоро Урал перевооружение, нужно будет тоже посмотреть, может быть, опять какой-нибудь видеоролик выпустим по этому поводу. Ну, а мы начинаем, собираем, забираем АЧХ, замеряем максимальную громкость на треке, таком динамичном, чтобы у нас было много разных частот, чтобы, ну, просто, опять же, синусом не бомбить, чтобы не было просто такого там пика на одной частоте. Что ж, нам сегодня понадобится мультиметр, осциллограф, колоночку уже включили. Сейчас замерим напряжение питания, ну, тут, в принципе, и так все понятно. Замерим мощность, которая идет именно на динамике. Будем замерять, я думаю, в близкой частоте резонанса, чтобы у нас динамик, в принципе, без оформления никак не умер. Сейчас подключим второй, замерим мощность, посмотрим, сколько же эта колонка выдает, потому что, ну, не на все колонки у нас нашелся даташить на усилителе. Просто тыкать этими здоровейными щупами, очень маленькие микросхемы, довольно-таки опасно, можно все это дело просто навернуть. Поэтому сделаем все безопасно. Так, сигнал у нас будет подаваться с ноутбука. Сейчас саморезики уберем, чтобы они нам не мешают. Так, смотрим сначала на напряжение, потом переключаемся и смотрим ток. Так, 4,63, да, по-моему, было? Так, теперь берем любой из динамиков, какой нам больше нравится, или наоборот, который нам больше всего не нравится. Включаем, я думаю, тут 2 А нам хватит за глаза, в принципе. В принципе, усилитель здесь толком ничего не отдает. 539. Уже на 0, 539. Это у нас выходит 2,5 Вт на 200 Гц. Так, теперь, это мы сосчитали. Теперь берем 4,63, делим на 0. 508,58 Ом. То есть, рост у нас в 2 раза больше. Итого у нас, грубо говоря, может отдать усилитель в 4 Ом. Около 5 Вт. Итого у нас суммарно 10 Вт. Где-то заявочки Урала, что 16 Вт, 10 Вт. Но, в принципе, да, это на одной частоте. Мы можем с вами сейчас попробовать другую частоту. Так как здесь использован эквалайзер. Он где-то напряжение меняет. Где-то побольше будет, где-то поменьше будет. Потому что, я думаю, мы очень близки к резонансу динамика. Здесь, скорее всего, у Урала на эквалайзере подубавлено. Поэтому давайте мы сейчас переподключимся обратно в напряжение. И померим на частоте повыше. Чисто ради интереса. Давайте выберем 400. Давайте 500 даже Гц. 5,49. 5,49 умножаем на... 1,3. Не будем динамики особо насиловать. Повторюсь, они у нас в Афрере. Им тут тяжело. 1,39. Это у нас получается 7,6 Вт. Сейчас вам скажем. В принципе, оно получается, скорее всего, близко к своей заявке. При этом сигнал у нас с ноутбука не очень удобно на разборные колонки. Но, в принципе, она очень близка к своей заявке. То есть, опять же, 5,49. 5,49. Делим на 1. С чем у нас там было? Видели, да? Очень быстро ток начал падать. 5,3. Ладно. Ой, точнее, 1,3. Сделаем. У нас 4,2. Ну, в принципе, да. Опять же, повторюсь, нужно искать эти частоты, где эквалайзером особо не подрезаны. Либо искать режим, в котором можно, так же, как и на JBL, отключить DSP. Ну, то есть, Digital Sound Processor. Чтобы не было никаких несрезов, не было никаких графических эквалайзеров. В общем, ничто нам не мешало замерам. В принципе, Урал очень близок к своей заявке. Но и за свою цену он довольно-таки неплох. Также на результат может влиять, потому что у нас динамики вот таким вот образом расположены. Если вы динамик положите там боком, либо наоборот, еще как-нибудь перевернете, так же влияет на импеданс итоговый. Поэтому, в принципе, Уралу можно за это поставить четверочку, потому что он очень близок к своей заявке. Теперь колоночку по-быстрому собираем. И при помощи датчика замеряем сначала его АЧХ. Думаю, на двух, давайте, громкостях. На 50% и 100% замерим. Результаты я вам сейчас прикладываю. И итоговый по громкости посмотрим, сколько же он может выдать. Трек будем использовать один и тот же, что и до этого. Я думаю, что у нас получится что-то более-менее годное. Что-то с полонкой не там. Продолжение следует... Похоже, защита срабатывает. Низкое напряжение батареи. Все-таки она у нас особо не заряжена. Но полметра. Результат вроде неплохой. 87 дБ. Что ж, давайте подведем итог по кубышке. В принципе, колоночка неплохая. Но на мой взгляд, эта задумка с двумя динамиками по разным сторонам, это чисто для компании. То есть ты поставил в середину, вы тусите, ходите вокруг нее, звук, как бы всем доходят, все довольны. В принципе, по АЧХ колонка звучит довольно хорошо. Весовый размер. Также она неплохо будет звучать в комнате. Здесь достаточно ее правильно расположить в углу. За счет переотражения, в принципе, звук будет идти прямо на вас. И при этом достаточно низко забирается. Хотя, ну, по размеру она достаточно маленькая. Да, есть у нее один нюанс. Почему-то она отключается у нас. Я все-таки грешу на то, что аккумулятор подсевший. Хотя там, по-моему, около 40% заряда слабалось. И она отключалась. Что достаточно печально. Потому что я ее тестировал, она отключалась на замер. Да, у нас все повседневный был замер. Мы не стали там как-то приукрашать Урал. Как-то ему плюсовать, заряжать его там до талого. Синусов там добавлять клипа. То есть можно было снять характеристики гораздо лучше, подготовив все условия до Урала. Но какой смысл? Мы с вами что будем делать колонку? Слушать. Она у нас портативная. Ты взял, пошел, поставил. Это там не полочная там какая-нибудь акустика. Чтобы ты там искал какие-то там расстояния. Чтобы ее там как-то правильно расположить. И поставил, ты слушаешь. Но так как у нас динамики расположены по обе стороны. То для одного слушателя, ну не знаю, как-то спорно на мой взгляд. Для компании, чтобы как бы всю комнату там озвучить. Да, это решение достаточно хорошее. То есть поставил, спокойно беседуешь. Можно добавить громкость. Потому что данная колонка уже между ТТМ и Урал третьим максимум. Она прямо вот почти строго по серединке, по громкости. И по ЧХ она в принципе неплохая. Нюансов в принципе у нее больше не замечено. Располагается хорошо. Резонансов она не дает никаких. То есть тоже за счет вот этого основного покрытия, вот эти ножки, все дела. А бы в принципе неплохо. Корпус достаточно жесткий. Дорабатывать его не пришлось даже после разборки. А бы все работает, все замечательно. То есть почему бы и нет. За эту цену, ну не знаю, есть ли у меня конкуренты. Я особо в портативной акустике, но по конкурентам я особо не разбираюсь. Я вам чисто даю там техническую и прочую часть. То есть чтоб вы понимали, что акустика в принципе там свои заявки она отдаёт. То есть звучит она в принципе неплохо. Ну что вам нужно еще? Я думаю навряд ли кто-то ее смотрит, чтобы там какое-то максимальное звучание для дома. Если у вас есть максимальное звучание, в принципе можно купить полочную, акустику, правильно ее расположить, подготовить комнату и действительно наслаждаться звуком. Ну если вам данный обзор понравился, ну и сама колонка тоже, то не забываем ставить пальцы вверх, вниз, без разницы. Главное, чтобы была оценка и наш видеоролик продвигался по ютубу. Подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы не пропускать новых видеоролик. Потому что у нас их в принципе выходит очень много и очень часто. В описании у нас ссылочка на донат через ВК, номер карты, ссылки на мои социальные сети, на мои группы ВК, помощников моих. Это покупка автозвука, покупка грилей наклеек, покупка автозапчастей, расчет коробов. Ну расчет коробов и я, но я тоже сам себе помогаю, как могу. Не забываем писать в комментарии, можете писать свое мнение о видеоролике, можете просто что-нибудь написать также для поддержки канала и для его продвижения. Ну и также свое мнение по поводу колонок Урала, ну и какие-нибудь идейки. Все-таки колонки у нас пока еще на руках, можем как-нибудь их затестировать. Ну а с вами был Стойс Мэн, всем удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok